Никто, жители улицы Ткачей, выселять из их домов не собираются, утверждают чиновники. Напомним, активисты первого рабочего поселка переживают, что их большие дома, постройки начала 20-х годов прошлого века, признают негодными для жилья, сравняют с землей и жителей попросят переехать в квартиры. У собственников уже есть пример. Два дома по улице Ткачей снесли. На этом месте сейчас пустырь. Начальник управления ЖКХ Евгений Бадигин объясняет, что инициировать проверку жилья на аварийность может только личное заявление собственника. Если такого заявления нет, то признать дом аварийным никто не может. Поэтому управление ЖКХ сносит, занимается сносом только многоквартирных домов, которые были признаны в установленном порядке аварийными. В настоящее время сносить данные дома, о которых вы говорите, управление ЖКХ не может и не имеет никаких правовых оснований, потому что данные дома аварийными не признавались. Значит, если два дома по улице Ткачей уже снесли, то среди жильцов нашлись те, кто условиями был недоволен. В Управлении архитектуры и градостроительства в ответ на претензию об изменении цвета застройки в генплане с желтой, индивидуальная застройка на розовую, малоэтажное строительство отвечают. Просто привели документ в соответствие. В 2013 году внесены изменения в действующий документ территориального планирования генеральный план города Иваново, который предусматривает в отношении рассматриваемой территории изменение жилой застройки с приусадебными участками, то есть фактически жилой застройки, предусматривающей размещение частного сектора на данной территории в соответствии с фактическим разрешенным использованием под многоквартирные малоэтажные дома, то есть так же, как эта территория используется в настоящее время. В администрации нас уверили, никаких многоэтажек здесь не будет. Разрешено строительство домов не выше четырех этажей. Что касается признания зданий аварийными, тут вопрос не закрыт. Сейчас в суде жители домов 7-14 и 2-105 оспаривают решение комиссии администрации. Пытаются доказать, что их жилье не представляет опасности, и они могут жить в нем и дальше. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново. Marия Семиволков, РТВ Иваново.